Проекты организации делятся на два типа. Гуманитарные проекты – это те, которые помогают бездомным людям скорее выжить на улице, то есть они раздают еду, раздают теплую одежду, оказывают какую-то доврачебную помощь. Второй тип проектов – это те проекты, которые направлены на реабилитацию бездомных людей, то есть на возвращение в общество. Есть автобус, есть группа волонтеров, он ездит по различным точкам в Москве и раздает еду, медикаменты, одежду. Каждый день мы кормим примерно 150-200 человек. Я произвожу, что называется, первичный диалог, опрос, знакомлюсь с клиентом, выясняю его потребности, наши запросы, его запросы к нам и наши возможности в помощи этому человеку. Вопросы очень разные, но первоначальный запрос, как правило, довольно простой – это «помогите мне негде жить, у меня нет документов, я живу на улице и не знаю, что с этим делать». Вот, собственно, поэтому люди чаще всего и обращаются. Время первой волны пандемии у нас работал на фасаде, и стройки начали замораживаться, хватало денег заплатить за общаку, и все было критично, пришлось выселиться. И жил какое-то время на улице, потом попал через знакомых в гараж и там жил, пока не наступили холода. Первый раз я пришел, чтобы постираться и принять душ. Меня очень приятно удивило и душ очень комфортный, и оборудование, стиралки и сушки очень все на высшем качестве. 50% нашего бюджета, даже больше 50% – это пожертвования граждан, просто каких-то людей, которым не безразлична эта проблема, которые неравнодушны, которые хотели бы помочь и жертвуют нам деньги через сайт. У нас также есть корпоративные пожертвования, это какие-то крупные компании. Представьте себе ситуацию, когда вам некуда пойти, то есть абсолютная безысходность. Я остался на улице, на улице минус 10, у тебя нет паспорта, у тебя нет еды, у тебя нет родных, нет телефона и нет никого, кто мог бы тебе помочь. Мне просто чисто по-человечески как-то хочется участвовать в помощи. СПОТОБОЛЯ МО longroсть КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok